В данном уроке сечение плоскости в архикаде, но обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джоник Икс. Перед нами окно программы с объектом. Что за... О, так лучше. Итак, продолжим. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Чтобы активировать плоскость сечения, заходим в вид, элементы в 3D-виде, 3D-сечение, жмём. Появляется значок с ножницами, то есть активация есть. Быстро активировать можно горячими клавишами, Ctrl-N, русское. После активации, вид, элементы в 3D-виде, плоскости 3D-сечений, доступно создание специальной плоскости сечения, удаление плоскости сечения и её показ. Этот вариант полезен при особой настройке рабочей области. Ну а по стандарту, окно, табло команд, стандарт. Появилась строка с инструментами, среди которых есть и 3D-сечение. Активация происходит при нажатии на инструменты. И к самим сечениям. Правее треугольник, создать специальную плоскость сечения. При наведении на здание, на нём появляется квадрат. Выбираем место и жмём левую кнопку мыши. Вокруг здания появился параллелепипед, стороны которого равны габаритам здания. Двигая плоскость, можно выбрать нужное положение и нажать левую кнопку мыши. Плоскость зафиксировалась. Изменить можно, нажав на неё тоже левую кнопку мыши. Здесь подтверждаем изменения, нажав на «Завершить» вместо «Отменить», если, конечно, у вас это не получилось случайно. Нажав на плоскость правой кнопки мыши, откроется контекстное меню, где, помимо изменения плоскости, её можно удалить или добавить ещё одну. В данном случае удаляю. Изменить плоскость на 3D-виде – не самое простое решение. Помогут 2D-вида. К примеру, начнём вид сверху. Выставив одну точку, второй показываем направление плоскости. На 3D-виде будет выглядеть так. Изменить её можно будет как на 3D-виде, так и на 2D. Но и это не всё. Отсекали вертикальными, но можно и горизонтальными. Выбираем фасад. Любой. Создаём плоскость. Переходим в 3D-вид. Жмём на плоскость и двигаем. Простая имитация возведения здания. А на этом всё. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok